Из Екатеринбурга в Пермь, затем в Новосибирск, Барнаул, Санкт-Петербург. Гастрольный график знаменитой джазовой вокалистки Шерон Льюис напряженный. Жительница теплого Чикаго, наши морозы переносит с трудом. Артистка простыла, но согласилась на интервью. Совсем недавно у меня вышел новый альбом. И в программу этого концерта я включила несколько самых ярких песен. Я сама пишу тексты и музыку. А тема, которая больше всего меня волнует, это отношения мужчины и женщины, матери и ребенка. Одна из композиций посвящена болезненной в США теме «Убийству темнокожих подростков». Это меня особенно волнует, ведь у меня у самой сыновья. Во время концерта Шерон преображается, словно и не было недомогания и усталости от долгой дороги. Название ее нового альбома «Growness Woman». Дословный перевод грубоват, а в целом это значит состоявшаяся сильная женщина. Шерон Льюис и в жизни такая. Работающая мать троих детей, бывшая учительница. Петь она начала в раннем детстве в церковном хоре. Это был госпел, религиозные гимны в афроамериканской ритмичной манере. Шерон экспериментировала с разными музыкальными стилями. В итоге стала одной из самых известных в мире исполнительниц блюза. Со своим коллективом она входит в число лучших блюзовых групп США. Мы с моим коллективом выступаем и на крупных фестивалях, и в небольших клубах. В любом случае, наше правило – выкладываться на все 100%. И все же я люблю, когда есть непосредственный контакт с публикой, когда я могу чувствовать эмоции зрителей, общаться с ними. Российская публика меня понимает, я чувствую это. Ведь мои песни идут от сердца. В российское турне певица отправилась одна. На концерте в нашем городе ей аккомпанировала пермская группа Air Jazz. Музыканты изучили композиции Шерон Льюис до ее приезда. А на совместную репетицию у них было всего два часа. И мы над этим поработали, мы изучили ее песни. И на репетиции мы уже просто пытались разговаривать языком музыки. Это обогащает, это вдохновляет такое общение с музыкантами такого уровня. Поэтому я с большим трепетом, всегда интересом отношусь к таким проектам. И от Шерон я в восторге. В планах у звезды блюза записать альбом рождественских песен в стиле госпел. Вернуться к своим музыкальным корням. Юлия Зыкова, Михаил Иситров, телевизионная служба новостей. Субтитры создавал DimaTorzok